Год назад чиновники муниципального образования Пенкинска издали в аренду Борису 25 соток земли. Здесь он собирался строить дом, но соседи, увидев ограждение ворота, стали опасаться за деревья на участке и написали в прокуратуру. Они сразу стали подвергать сомнению законы с предоставлением мне данного земельного участка. Также начали писать о нарушении экологических норм. Но все проведенные проверки, в том числе и по поручению администрации губернатора, которые проводились, они не выявили никаких нарушений. Борис исправно вносит плату за участок. Взял кредит, вложил деньги в подготовку планировочного проекта с учетом сохранения деревьев. Его разработали и одобрили. Эксперты даже определили на участке благоприятные места для строительства дома. Мало того, Борис даже был готов сделать детскую площадку для чужих детей рядом со своим участком. На планах Бориса вдруг узнала районная администрация. На сегодняшний момент администрация Камешковского района отказывает мне выдачу разрешения на строительство. Вместо этого, летом прошлого года глава администрации Камешковского района, пригласив меня к себе на беседу, предложил мне отказаться в добровольном порядке от этого участка. Потому что, по его личному мнению, данный участок был предоставлен не ошибочно и по недосмотру. После беседы последовали многочисленные проверки на законность предоставления участка в аренду. Подключились даже двое депутатов ЗАГС Собрания. Но никаких нарушений не выявили. Наоборот, подтвердили законность данного участка. Но арендаторы продолжили мучить проверками. И тогда Борис сам обратился в прокуратуру. Та признала действия районной администрации незаконными. Главе администрации вынесли представление. И даже после этого попытки отобрать землю владельца районные чиновники не остановили. Их козырь – внесение поправок в земельный кодекс. С января 2017 года сдача в аренду земельных участков в сельском поселении осуществляется районной администрацией. И она всеми способами пытается оспорить торги на участок. Районная администрация просит признать договор на аренду недействительным. По сути, обвиняя своих коллег из муниципального образования Пенкинская в некомпетентности. Почему мы подготовили отказ о выдаче разрешения на строительство? Потому что одним из документов при выдаче разрешения на строительство является право устанавливать документы на земельный участок. Когда состоялись торги на этот земельный участок, то были допущены некоторые неточности нарушения законодательства. Поэтому администрация обратила суд на признание права этого договора недействительного. Арендаторы власти договориться не смогли. Точку в конфликте теперь поставит суд. Михаил Масиянчик, Александр Мажаров, 6 канал.